Здарова, народ! С вами Джон, он же Лопин312, стример Дэйси Н2НТЧ. Прежде чем мы начнем это видео, хотелось бы поздравить мужиков с неофициальным таким профессиональным мужским праздником, с Днём Защитника Отечества. Защищаем Солнечную систему уже седьмой год, ребят, товарищи стражи, так что в добрый путь. Так, ну переходим к нашему, непосредственно к темам нашего видео. Все, их у нас сегодня накопилось на протяжении недели, так что будем разбирать. Естественно, тайм-коды в этом видео будут, кому какая тема будет наиболее интересна, можете сразу к ней прыгнуть по ссылочкам, либо в самом ролике, либо в закрепленном комментарии. Ну а мы начинаем. Первое. Суд над Банджи. Внезапно. Второе. Странные девизы, которые были, ну, которые опубликованы в игре. Третье. Дмжи обижают Ситрии, причем здесь баг с титанами. Четвертое. Статистика испытаний Осириса. Также в эту тему входят абузы, лут испытаний Осириса, магматический молот, меч и дробовик, которые падают с этих испытаний Осириса. Также, как вот это все дело достается. Помимо всего прочего, у нас там есть дробовик за три победы, Астральный Горизонт, про который мы тоже поговорим отдельно, как мы до этого уже делали пару недель назад. Дальше что у нас идет? Как забирать награды у Шакса. Тема. Которая до этого уже поднималась у нас несколько раз, но судя по вопросам на стримах, я чувствую, что надо ее еще немножко помусолить. Дальше. 700 жетонов испытаний Осириса. Да, вот у меня на этой неделе накопилось, пойдем сдавать. Ну и последнее, дропрейт последнего доллара и палиндрома с Гамбита и сумерщих налетов на побоище соответственно. Ладно, пойдем разбирать все это и многое другое через пару секунд. Так, начнем с первой новости, а именно на банже ID Software и Google подали в суд за обман по поддержку разрешения 4К в стадии. Заголовок достаточно громкий, но не все так просто. В основном, я так понял, в суд подали на Google. Ну, как вот рассказывает 3D News, ссылаясь на IGN, новостной портал в Америке. С чего все началось? Началось все с того, что Google сообщил, что их платформа, ну стадия, будет более производительной, чем Xbox X и PlayStation 4 Pro вместе взятые. Однако, после запуска сервиса оказалось, что многие игры фактически не поддерживают формат 4К. И что касается ID Software и Bungie, то претензии к ним связаны с рекламой игр Doom Eternal и Destiny 2 на платформе Stadia. В рекламе разработчики тоже обещали поддержку формата 4К, но по факту ни одна из запомянутых игр не поддерживала такое разрешение после запуска. Я думаю, здесь речь идет о таргетинге, ну, целевом разрешении 4К, но, надеюсь, Bungie со всем этим делом разберется, ну и как-то получится из ситуации выйти достойно. ИСЦ требует финансовой компенсации по ряду различных фактов. Кроме того, они просят суд обязать Google сообщать пользователю реально поддерживаемое разрешение и частоту кадров для каждой игры, публикуемую на платформе Stadia. В общем, как-то так. Если мы зайдем сейчас немножко вперед и отлистаем в испытаниях Ассириса статистику по Google Stadia, ну, если у нас, допустим, на боксе играет 74 тысяч игроков, на плойке 89 тысяч, на... в стиме 87 тысяч, то на Stadia у нас 3 тысячи игроков. Ну, казалось бы, цифра достаточно маленькая, но все-таки кто-то там на этой платформе играет. И можно сделать вывод, что у людей накопился ряд претензий. Ну, ладно, надеюсь, там все разрешится. Будем в курсе, как говорится, что такая ситуация имеет место быть. Идем дальше. Парад громких новостных заголовков у нас продолжает следующий. Авторы Destiny 2 извинились за спорный девиз, который случайно добавили в игру. Ну, из соображений монетизации я не буду его озвучивать. Новый сезон «Избранный» добавил в Destiny 2 не только новые пушки, но и своеобразный девиз, на который обратили внимание многие игроки. Об этом сообщил портал Катаку. Сезон сфокусирован вокруг грозной расы Кабал. Поэтому и названия для новых испытаний придумывали такие же воинственные. Одно из них называется «Кровь и честь». И именно оно вызвало всю суматоху. Некоторые игроки заметили, что перевод немецкого девиза и приветствие «BladenEcher», надеюсь, правильно произнес, которым пользовались члены «Гитлерюген». «Гитлерюгент» в гитлежерской Германии. Во как. 17 февраля Катаку опубликовала заявление от представителя «Банжи». Компания сообщила, что не собиралась использовать подобные лозунги и пообещала все поправить в следующем патче, который выйдет, я так понимаю, сегодня, во вторник. Любая связь с антисемитизмом в детстве совершенно не преднамерена. «Банжи категорически привержена принципам инклюзивности и прав человека, и никогда не будет выступать за антисемитизм. Мы уже готовим исправление в следующем патче. Мы приносим извинения всем подстаршим игрокам и благодарны нашему сообществу за то, что они обратили наше внимание на эту проблему». PCGamer отметил, что в истории Destiny 2 уже был подобный случай. В 2017 году игроки жаловались на комплекс наряжения с логотипом, который якобы отсылал на флаг Кхекистана. Как-то так. В общем, оригиналы... Так, континува. Оригиналы можно заценить по подобным заголовкам этих статей, где там, собственно, у нас и был источник подобных новостей. Но достаточно интересно развиваются события. Откуда не ждали, как говорится. Я вот от себя могу добавить, да, то, что... Вот этот вот недельный челлендж, он никак нигде не отмечается в игре. Ну, то есть, вы что-то делаете... Я думаю, даже те, кто в чате, ну, те, кто в комментариях присутствуют, отпишут, за что он выдается. Просто я вот занимаюсь своими делами, да, по активностям летаю, что-то делаю и так далее. И потом мне в конце высвечивается то, что недельный челлендж выполнен. И я лечу на башню, забираю... Ну, не на башню, а вот на стол этот, который находится в шлеме. И забираю вот этот вот рубеж. Он, по-моему... И, по-моему, он даже не сверхмощный, а мощный. То есть, там не выпадает лайт выше, чем ваш текущий, если вы выше 1300-го на данном этапе. Так что, как-то так. Ладно, идем дальше. Так, дальше следующая новость у нас комплексная. Речь идет о... Информации от моего западного коллеги Лаки. Который опубликовал у себя видос, где... DMG... DMG? Где DMG? Комьюнити-менеджера Банжи поймали в испытаниях Асириса какие-то ребята. Ну и... Произошло следующее. Здесь вот просто без... Как бы сказать... Без звуковой дорожки, чтобы монетизация, опять же, не слетела. Но... Можно это оценить. В игре... А именно на карте Синий Исход, который многократно фиксили, чтобы там не было каких-то дыр, Титаны, благодаря багу, спокойно летают по карте, если стартанут с определенной точки. Мне повезло. Пока я в испытаниях Асириса был на этой неделе, у меня... Я с этим не сталкивался. Так уж реально. Но... Как вы видите, люди спокойно летают по карте, прыгнув в определенной точке, и при этом... Они вот DMG поймали в катке в испытаниях Асириса, собственно, потебегали его, но на этом не остановились. И выложили это еще в Твиттере, упомянув... Ну, привязав к нему хэштег, чтобы он это увидел. И... С... Как бы сказать, с очень колоритной подписью, которую я переводить не буду. Но... Здесь все достаточно токсично, я вот так вот озвучу. Это, кстати, к вопросу о том, да, то, что... Разраб... У нас вот комьюнити очень часто вот... Речь идет о том, что разрабы в игру не играют и так далее, но комьюнити-менеджер играет. И... И, в частности, он играет в испытания Асириса. Об этом я уже неоднократно говорил у себя в видосах и на стримах. И вот здесь вот мы видим еще одно подтверждение этого. То, что... Да, вот он тоже играет, его тоже убивают, он тоже со всем этим сталкивается, его тоже тибегают. И... Разрабы не могут быть не в курсе по поводу всего того говна, что происходит в этом режиме. Так что... Я надеюсь, что рано или поздно получится вот большую часть вот всех этих мерзких багов закрыть. То, что с читерами они тоже разберутся. Потому... И с читерами, и с абузерами, потому что... Ладно. Про это чуть попозже будет. Отдельная тема. Но... Здесь вот тоже... Я бы упомянул... Все это... Здесь бы тоже я бы все это упомянул, чтобы люди были в курсе, естественно. Не знаю там, как у ребят дальше сложится дальнейшая судьба. Я вот этот трет в Твиттере пока не нашел. Если кто его найдет, можете скинуть в комментариях. Вместе посмотрим и изучим. Вот. Ну а пока что... Как-то так. Настолько у нас все прикольно было на этой неделе в испытаниях Асириса. Эту тему мы сейчас будем развивать уже в отдельном видосе. Ой, то есть в отдельной теме. Тему в отдельной теме. Ну вы поняли. Ладно, идем дальше. Так, в испытаниях на этой неделе было достаточно жарко. В прямом смысле. У людей горело, люди пытались закрыть. Многие там читерили, многие обузили. Слишком многие, как выяснилось. Потому что... Если мы посмотрим на статистику испытания Асириса, то на этой неделе вот она еще не кончилась, в принципе, да? Но уже можно подводить какие-то итоги, так как осталось на момент записи видео часов 6 до ресета. Поучаствовало в испытаниях Асириса 284 тысячи человек. Закрыло 88 тысяч игроков. И персонажей закрытых 148 тысяч. Казалось бы, все круто. Активность подскочила и так далее, да? Но есть ряд нюансов. Во-первых, карта Иксодус Блу или Синий Исход. Достаточно... Это достаточно злая карта. Она впервые появилась несколько недель назад. Ну, не впервые, а до этого уже была в Асирисе несколько недель назад. Банжи ее заменили. Ну, на нее заменили с другой карты. С... Карты Фрагмент. Из-за того, что там обнаружился некий баг, который позволял игрокам забираться сквозь текстуры. Здесь же у нас... Как бы сказать, карта настроенная больше на ближний бой. Из-за этого можно заметить то, что с дробовиков убийств было гораздо больше. В разы больше, чем с самого топового револьвера. Ну, то есть, с дробовика было убито 4,5 миллиона человек. С... И уже потом у нас идет магматический молот. Револьвер, который падал за 7,0 с испытания Асириса. Это вторая причина, почему в Асирисе было так жарко на этой неделе. То есть... У людей горело, во-первых, с карты. Во-вторых, с того, что... Этот... Револьвер только за 7,0 падает. Из-за этого меньше людей, чем на прошлой неделе играло. Ну, меньше, так сказать... Ммм... Как бы... Как бы помягче выразиться. Меньше игроков, которые до этого обычно в PvP не играют. Заходили в этот режим. То есть, если на прошлой неделе у нас за 3 победы был мессенджер, посланец. Который можно было выбить за 3 победы. Но обычная версия, не адептовская. То теперь у нас... Самый лучший револьвер в игре буквально. Я думаю, с этим мало кто спорить будет. Учитывая то, какую рейнджу можно ему выкрутить. И какие у него перки есть базовые. Относительно того же самого... Последнего доллара. То да, было достаточно потно. То есть, я пока играл. Особенно это было заметно в субботу. В субботу вообще... У многих не получалось закрыть в течение многих часов. Также на первых же катках начинался пот. На второй и третьей игре попадали щитеры. Очень много игроков было, которые прыгали в пропасть. Ну... Для того, чтобы сделать контракт на дробовик. Или просто пофармить жетоны, сделав контракты. Недельные. И после этого ролить мессенджер, посланец с жетонов сейнта, чтобы, собственно, их достать. Ну, этот, как его называют. Чтобы, собственно, достать эту пушку. Ну и вообще, в целом, был достаточно неприятный экспириенс на этой неделе. Я не совсем понимаю, зачем Банжо добавили одну из самых нелюбимых и неприятно играющихся карт в этот режим параллельно с этим револьвером. Потом вот вместе с моим товарищем и коллегой Саней Авадоном мы пошли играть на его коннекте. Ему кидало очень много азиатов, которые при этом очень много обузили. То есть, как обычно люди друг к другу коннектятся, которые хотят, не хотят играть в воспитание Осириса, но при этом хотят лут оттуда. Они друг к другу коннектятся. Сперва одна команда постоянно левая делает другим 7-0. Потом другая команда тоже самое делает. И вот мы, по большей части, попадались на людей, которые уже сделали себе 7-0 и уже стояли в очереди, чтобы другим сделать. И это достаточно забавно было смотреть, когда мы на них смотрим, они нам попадаются на первой, на второй игре, на третьей, на пятой. И у них уже есть вот этот вот револьвер. Там они были 12-0-0 лайта, 12-60, 11-1, там, по-моему, нам даже 800-ый чувак попадался. И вот очень мощный момент был, когда вот мне попался такой вот челик, и он вот свой молот начал прямо качать. То есть, я прям вижу, как у него абсолютно там скачатся. Пятерка, шестерка, семерка и восьмерка. А потом они левают. И таких вот очень много, к сожалению. И Банжи с этим ничего не делает. То есть, в первой части, я помню, если отправить... Можно было отправить репорт на таких игроков. И в таком случае, они лишались лута. Ну, лишались доступа к луту с испытания Осириса. В случае, если они очень часто этим занимались. Они не могли там экипировать шмот какую-нибудь или пушку. Вот странно, что они этого не вернули. Так сказать. Что они не вернули такую прасику. Ну, Банжи. Ну, хотя они и читерами-то особо не занимаются. Люди-то почему обузят, по большей части? Потому что они знают, что если они туда пойдут. Вот в эти испытания Осириса. Если они, ну, достаточно средние игроки. Ну, ПВП. Ну, то у них особо нет шанса закрыть 7-0. Соответственно, они этим занимаются. Хотя есть те, которые этим постоянно занимаются. И не зависит от ничего. Типа, не барское это дело. Ну, вот. Это достаточно такой сложный и комплексный вопрос. Надеюсь, будут предприняты какие-то меры по этим, по этим темам. Но, опять же. Поснимаем позу Ждуна. И надеемся, что Банжи, в частности, ну, хотя бы наш комьюнити-менеджер. Ну, который, как я понял, чекает. Ну, наш русский комьюнити-менеджер. Да, вот Иван Янушкин. Который чекает, как я понял, иногда мои видосы. Чтобы он обратил на это внимание. Ну, и направил это в Банжи как-то. Ладно. Дальше по поводу лута. Что здесь у нас с испытанием Ассирис связано? У нас на этой неделе было за три победы. Был за три победы дробовик. Астральный горизонт. За пять побед меч. За семь побед руки. Из нового сета с испытанием Ассириса. За семь ноль. Соответственно, магматический молот. С адептом. Револьвер этот. И мод рандомный. Адептовский мод, который падает рандомно за ящик с испытанием Ассириса. Что тут можно сказать по поводу каждого пункта? С дробовиком достаточно забавная ситуация. Потому что у него, как мы и упоминали до этого. Точнее, как я упоминал до этого. В предыдущих своих видосах. У него нету пвпшных перков. То есть, раньше гадролом считался. Ну, на этот дробовик. Как его называют? Первый выстрел. И... Что там у нас еще на него было? Первый выстрел и быстрое извлечение. То есть, у меня вот парочка таких вот дробовиков есть. Они санцетаются через сезон. Потому что они 1360. Но! У нас до этого появился в прошлом сезоне. Буквально на одну неделю. Буквально на одну неделю появилась адептовская версия этого дробовика. Которая бы прожила до 1360-го. Лайта. То есть, еще... Один сезон. Однако. Вместо вот этой версии дробовика. Которая появилась у нас всего на одну неделю. Банжи решила засунуть в игру. Следующее. То есть, вот что у нас падает сейчас. Испытание Осириса за три победы. То есть, игроки, которые получают очень много по лицу. Зайдя в ПВП. От того же самого... От той же самой Лжи Флу Винтера. От того же самого Астрального Горизонта. Который я озвучивал. У них есть шанс сейчас за три победы. Ну, благодаря Банже. Банже такие, наверное, думают. Ну, это хорошо. Классно. То есть, мы на прошлой неделе раздали мессенджер. Посланцы. Все довольны за три победы. И за контракт. Который выполняется, если вы 10 каток подряд вниз сброситесь. Ну, или просто сыграете. Или... Хотя... Или три катки с половиной, если вы выиграете. Ну, если вы будете выигрывать. То есть, особых... Без особых усилий можно получить было. Эту пушку. На прошлой неделе. На этой неделе Банже добавляет в игру. Ну, добавляет в дроп. Дробовик вот этот. За три победы. Который точно таким же аналогичным образом выполняется. И думают. Ну, все классно. Все круто. Сейчас вот игроки залутают этот дробовик. И... У кого получится... Ну, в паре с магматическим молотом будут бегать. Потому что этот дробовик в первый слот. Это пока что единственная сейчас вот для большинства игроков альтернатива. Для... Ну, в первый слот. Если вы хотите бегать с... Либо с последним долларом во второй слот. С револьвером. Либо с магматическим молотом. Но... Есть один нюанс. Вот не хватает перка быстрого излечения во второй колонке. То есть, да. Перк выстрел... Первый выстрел есть. Но... Банжи почему-то решил добавить кучу ПВЕ-шных перков. ПВП-шный дробовик. Ну, типа, автоподзарядки. Вот перка на... Перка еще там на перезарядку ходит. Да, вот. И... Единственный там более-менее полезный перк может быть в теории. Это сюрпласс. То есть, излишки. Но... Против быстрого излечения он ничего не может. Так что, возникает вопрос. Какого фига? Ну, вот серьезно. Это звучит... Это выглядит как издевательство. Я вот тогда вот у нашего комминти-менеджера Ружевского спросил. Почему так? Что у нас случилось с дропом? Почему так поменяли перки? Ну, вот. Так получилось. Я вот такой ответ услышал. Я не знаю. Как-то это Банжи будет с этим что-то делать? Ну, я, конечно, могу понять, что они решили потихонечку убрать там быстрое излечение из... Из пула. Потому что сейчас дроповик без этого перка особо не играется. Но это получается вообще... Вот если человек захочет бегать с лучшим револьвером в игре, то у него... Ну, сделаем вид, что бастиона нету в игре. Да, это плазменная винтовка, которая стреляет примерно как дроповик. Ну, плюс-минус. Я с ней люблю очень бегать. Но вот если человек захочет вот просто взять какой-нибудь дроповик, у него есть выбор. Либо вот такой вот астральный горизонт, если он только начал играть. Либо тяга-то и невзгоды дроповик, который падает с авангарда. Ну, он такой себе, но в принципе... За неимением альтернатив можно. На консолях там вот люди будут выбирать какой-нибудь арбалет себе. Который всем уже оскомину набил. Ну, либо, не знаю, останется еще снайперскую винтовку взять. Какую-нибудь. То есть... То есть дроповик выпадает из... Как бы сказать, из уравнения. Что достаточно стрёмно. Но это что касается дроповика. Просто мне было достаточно забавно то, что даже не на азиатском коннекте люди прыгали в пропасть. Ради того, чтобы выполнить контракты. Ну, судя по всему, ради того, чтобы поролить перки на мессенджеры с прошлой недели. Вот. Далее что у нас идет? За 5 побед у нас идет меч. Который, опять же... Ну, конечно, чуть лучше, чем... Крюк искушения. То есть у него там урона побольше. И там можно выролить... Прикольный перк, типа... Цепная реакция. Цепной реакции, но... Меч, когда вот все... Очень многие люди сейчас жалуются на то, что... На то, что сейчас вот в испытаниях осирится и в современных режимах... Очень модно стало брать меч и смотреть за угол от третьего лица или просто от эмотов от третьего лица. Банжи такие говорит. Окей, мы слушаем, но при этом мы добавляем меч в дроп. Испытание осириса. Да и не просто добавляем, а за 5 побед. То есть его не так сложно достать, как какой-нибудь... Магоматический молот за 7-0. То есть... Теперь у еще большего количества игроков будет возможность там смотреть за стены. Ну, то есть они, конечно, адресовали эту тему. То, что они поработают над этим. Но опять же... Как вот я вижу фикс подобной ситуации. Чтобы не было возможно брать в руки меч... Если у тебя нету патронов туда. Ну, зарядов. Когда человек смотрит от третьего лица... Прожимая муд. Это не настолько критично. Потому что, во-первых, видно хотя бы по фиду... То, что он... Ну, когда он начал пикать... У тебя появляется сообщение в левой нижней части экрана. Ну, то есть смотреть за угол от третьего лица. А во-вторых, он не может при этом передвигаться. С мечом ты можешь спокойно бегать по карте. И при этом от третьего лица ей выполнять разную грязь. Конечно, это помогает против читеров. Которые вообще там могут выйти из-за угла. И дать тебе хэт сразу практически. Я помню, мне особенно наглый читер попался. Который просто в открытую шел по прямой. И даже не стеснялся. Он же... Он просто шел, пока не принимал нужный угол. Чтобы меня сфоткать. Он знал, что... Неважно, двигается он или нет. Программа за него все сделает. То есть, когда ты в анимации находишься и бегаешь. Тебе все равно... Надо парочка фреймов, чтобы прошел. Чтобы ты вошел в прицел. И дал хэда. Ну, или дал выстрел. А тут он такой... Да насрать. Вот. Он просто... Я вот стою за углом. Жду, пока он как-то поближе ко мне подойдет. А он... Просто... Подходит. И я вот пытаюсь его на рейнджу Бастиона поймать. Чтобы сфоткать. А он меня фоткает раньше, естественно. Потому что за него программа все делает. То есть, против таких вот будет сложнее без три пика не играть. Но... Опять же. Таких не должно быть в игре. Или должно быть в минимальных количествах. Потому что... Античит, я не знаю, есть он или нет. Но пока что... Не особо заметны его действия в тех же самых испытаниях. Так как... Мне вот... Рассказали на днях историю на... На Твиче. Верите или нет, решайте сами. Но человека забанили за то, что у него был открыт артманий. На фоне. То есть программа, которая позволяет вам читерить в синглплеерных играх, а не в мультиплеерных. Но Банджи его за это забанили. Без возможности разбана. А игроки, которые летают по карте, у которых снайперка стреляет как пулемет. Которые с аймботом бегают, сквозь стены смотрят. У которых лохсвич есть и так далее. У которых там 100 патронов в ракетнице. У меня, кстати, есть видос. Ну... С этой карты как раз. С синего исхода. Когда испытания Ассириса только появились первый раз. Там вот нам попался читер, который за скалтки стрелял как с пулемета. Его забанили только в стиме. Только после того, как этот видос был записан. И после того, как мы накидали на него кучу репортов. Без участия Банджи это было сделано. Это было сделано через стим. И то неизвестно. Может быть его там забанили на пару дней, на пару недель. Как это работает. В принципе. В общем, странно. За 7 побед у нас на этой неделе падали руки. С нового сета. Про них я ничего не скажу. Кроме того, что мне особо не повезло. Они мне на всех трех персонажей упали. Ну, с такими себе статами. Буду их ролить дальше. Сейчас вот сдавая 700 жетонов. То есть мне выпало с статалой 59. За 7 побед на Охотника. На Варлока тоже с статалой 59. С такими себе перками. Ну, и на Титана. Более-менее адекватное что-то выпало. 13 восстановления. 15 стойкости. Ну и... 25 силы. Ну, два интеллекта. Ну, это хотя бы что-то удобоваримое. В отличие от двух других персонажей. То есть... Я вот в испытаниях Осилиса всю неделю сидел. Чтобы закрыть своих трех персонажей. Ну и попробовать еще зрителям там помочь. Как-то, в общем, достаточно все грустно было. В этом плане. Ой. Ладно. Дальше что у нас идет? Магматический молот адептский. Ну, что могу сказать? Револьвер классный. Вот без шуток. Действительно крутая пушка во второй слот. Я дождался, что у меня в паре с... С этим, как его называют, с бастионом, наконец-то появилась пушка, которую я хочу, с которой мне нравится бегать. Что я для себя выяснил? Ну, вот пока что у меня самый лучший ролл, который мне выпал. Это вот такой. То есть у него быстрый прицел. Быстрый удар. Расширенный магазиноприемник. И гофрированный ствол. Ну и абсолютно рэнджу. На геймпаде мне сложно бегать с этими револьверами, если у них стабила ниже 50. Поэтому все, которые ниже 40, ниже 50, я разбираю. Вот эти версии. И я заметил, что я очень привык у него к быстрому прицелу. То есть, если я буду... Когда я буду дальше его фармить, я, наверное, попробую. Вот для меня самая-самая идеальная версия будет с быстрым извлечением и с полосой удач. Ну и с расширенным магазиноприемником, потому что у меня нету перка на перезарядку в шмотках. На перезарядку револьвера. Там места под них не хватало. Так что мне это совсем желательно. Ну и с перком на стабилу. Полигональными нарезами. Ну и желательно еще, чтобы было абсолют либо на дальность, либо на стабилу. Тогда вот будет для меня прям топщик. В одну точку будет стрелять. Да, немножко пару метров я рейнджи потеряю. Но зато он хотя бы будет работать исправно. Вот достаточно интересная схема получения этих вот револьверов была у нас на этой неделе. То есть люди извивались как могли. То есть кто-то обузил, кто-то читерил, да? Их я осуждаю. Кто-то удалял персонажей, чтобы заново за билет прощения получать свеженький револьвер гарантированно. И сверхмощный дроп. То есть персонажей, который вам не нужен, берете, удаляете, создаете и достаете, собственно. За 7-0. Ну естественно, заново закрыв 7-0. Мне понравился один способ. Ну если бы он был достаточно действенным, если бы у нас не было бы столько читеров. И так далее. В испытаниях Осириса. За билет уверенность, ну вера, вам выпадет три таких вот револьвера. У меня получилось закрыть этот билет один раз. И соответственно, я получил суммарно на этой неделе у меня было раз, на моем аккаунте, раз, два, три, четыре, пять. Шесть револьверов, шестой я распылил, потому что там перки были совсем фиговые. То есть за билет уверенность вам выпадало бы три револьвера. Таких вот. Мне просто два на почту улетело, но... Я может быть их потом как-нибудь попробую. Просто мне тут вот не повезло, перк упал один за всех вместо полосы удачи. Которые в пвп, ну, сами понимаете, успешные атаки по трем разным врагам увеличивают урон в течение определенного времени. То есть мне надо сперва по одному человеку пострелять, потом по второму, потом по третьему. Чтобы у меня увеличился урон. Ну, сами понимаете, если стрелять одновременно по трем людям, то ты мертвый. Если ты уж совсем не какой-то гений стрельбы. Как-то так. Ладно. Это что касается... Всего вот этого мракобесия с испытаниями Осириса на этой неделе. Вот, завершая... Тему про испытания Осириса, ну, касаемо того, как у нас неделя прошла. Хочется заметить то, что... Учитывая то, как у нас популярный на балет стал. И даже бастион закрался в мету чуть-чуть на консолях. Особенно сильно он добрался на... Взобрался наверх на плойке. Я вот все равно хочу в очередной раз упомянуть то, что... Я не заметил бафа плазменных винтовок. Это первое. А второе, то что... С учетом всех этих читеров, абузеров и так далее. Я вот смотрю единственное по ходу место, где вот... Реально можно спокойно в испытания Осириса поиграть. Ну и сидя при этом в очереди на протяжении многих там часов, чтобы у тебя нашло противников. Это гугл стадия. Потому что там... У тебя нет доступа к игре на своем компьютере. Ты играешь на нее с удаленного сервака. Так что... Ну, так сложно читерить будет. Ой. Мне главное понравилось. Разброс пушек на этой неделе. То есть у нас до этого револьвер был в особой мете. Ну, то есть у него там было 30%. А сейчас вот шотика убивали больше всего. 26%. И даже снайпа немножко выбралась в топ. Ну, то есть вот это вот были основные две пушки, с которых производились все киллы. Но по факту, на этой карте, если раньше на прошлой неделе люди хотя бы рифты ставили, ну, усиливающие, чтобы из них стреляться, с праймери, то теперь все просто пушат шотиком. Потому что, ну, все знают то, что нельзя на одном месте стоять, поскольку у нас есть замечательная граната, такая как Duskfield Grenade. То есть... Купол. Которую мы называем в простонародье куполом. Которая может тебя притянуть с большой дистанции, прям вытянуть за шиворот в зону поражения. Так что, приходится пушить. Либо... Либо с этой гранатой, ну... Атаковать врага очень агрессивно. Либо с... Гранатой-стенкой. Ну... Знаменитая комба-ханта. Где ты... Собственно, используешь шельдины, а потом прыгаешь на противника сверху при помощи них. Как-то так. Ладно. Ждем, надеемся, верим. Все равно я рад то, что... Подытоживая. То, что наконец-то в испытание Осириса добавили достойный лут. То есть... Это... Вот у меня хотя бы в голове сходится то, что у нас вот есть топовый ПВП режим, и оттуда падает топовая ПВП-шная пушка. Привет! Сосязать на игре, с которой до сих пор вот нету достойной награды со времен Нотфаготана. За 5500. Чтобы хотя бы как-то мотивировать людей закрывать вот эти 5500. Ну, кроме того, чтобы сделать печать или еще что-нибудь. Или поднять уровень силы. Ну, то есть... Да, вот... Есть сейчас адептовская версия вот этого молота, который падает за 7.0. Но рано или поздно появится версия обычная у этого револьвера, которая будет доступна работягам за 3 победы. И тогда... Ну, то, что версия за 7.0 хотя бы немножко лучше, ну, хотя бы... Хотя бы немножко на бумаге. То есть ты, помимо того, что у тебя там доступен адептовский мод, куча адептовских модов, ну, к примеру, мод рука от Кайкара, который добавляет помимо точности еще и дальность стрельбы чуть-чуть, у тебя еще и бафаются статы на троечку. Все остальные, помимо основной статы абсолютно твоей. Что тоже классно. Так что хотя бы немного ПВП-шеров все-таки уважили в плане лута, но... Осталось только разобраться с щитерами и что-то сделать по поводу абузов. Ну, потому что когда ты сидишь все выходные в испытаниях Осириса, выбиваешь себе хотя бы какую-то версию этого револьвера, надеваешь ее, она у тебя светится, ты радуешься, да, и потом ты такой заглядываешь, я не знаю, либо в свой френд-лист, либо в комментарии там где-нибудь в каком-нибудь паблике ВК, и люди там сбрасывают эти свои револьверы. У кого-то там 1260-й лайт, у кого-то 1280-й лайт, который... А, непонятное дело, как достали. Или просто у них там уже... Ты вот потеешь, да, вот, начал катать, у тебя там с него 5 килов, а у кого-то там уже 700-800 килов на этом револьвере набито, и при этом, опять же, лайт, ну, достаточно низкий, который не позволял бы... Ну вот сейчас вот ты испытания Осириса, тебе достаточно сложно будет закрыть, если ты, ну, не супер-пупер, а мега-игрок, и... и если у тебя не 1300 лайта хотя бы, не 1300 уровень силы. Ну, а люди спокойно там, я не знаю, друг другу делают приятно и закрывают на 1200 лайте, кто-то даже 800-ый делал по приколу, там, одевал на себя вот эти вот, как их называют, украшения с Хэллоуина, маски вот эти, и кайфовали сидели. Ну вот вообще замечательно, да? Добавляет мотив... Ой, ладно. Перейдем к, собственно, наградам у Шакса, зайдем в игру, сейчас в очередной раз посмотрим, как их забирать. Так, ну че, народ, мини-гайд о том, как забирать награду у Шакса. Ну вы, я думаю, многие заметили, то, что если мы доходим до 2000 доблести в Горниле, его нельзя теперь обнулить, как мы до этого раньше делали через директор игры. Победа окрыляет страж, но Красный Легион еще не разгромлен. Да-да-да, вот Победа окрыляет страж, вот Хоторн, они фразу поправили насчет Красного Легиона, а вот Шакса еще нет. Ну ладно. Банджи, надеюсь, займетесь. В общем, борись. Обычно, когда мы к Шаксу заходим или к Скитальцу или кому-либо еще, мы здесь видим вот это вот. Обнулить репутацию, забрать награду. Для этого нам надо забрать все предыдущие награды. Но здесь мы видим то, что недостаточно места. Что нам нужно для этого сделать, чтобы это место освободить? Если, допустим, у вас 50 улучшающих призм. Что мы делаем? Мы берем, прокачиваем какую-нибудь шмотку, тратим эти призмы, и теперь у нас появляется возможность их забрать. И как только мы их забираем, у нас появляется доступ к обнулению репутации Горнила. И мы забираем экзотическую награмму. Не трать попу. Мне опять упал Амникулюс. Которых у меня уже с этим три штуки. Ну и, кстати, с достаточно фиговыми перками, честно говоря. Не, ну он лучше, чем предыдущий. Ладно, пожалуй, я его оставлю. А я тут пыльну. Ну, в общем, мысль вы поняли. Кстати, да, вот, неофициальный анонс получается таким вот образом. То, что шмотки, которые мы получаем у секторов, сразу добавляются в общий пул. То есть, их потом можно вытащить уже либо с рубежей, либо с этого, как его называют. Либо у Шакса, либо у Скитальца. Ну, короче, вы поняли. Либо с каких-нибудь активностей. Либо могут просто упасть в открытом мире. Ну, в общем, угощаемся. Ладно, дальше к новостям. Так, на этой неделе у нас будет, точнее, во вторник уже сразу, сегодня, 23 февраля, у нас откроется последнее поле сражения. Называется оно Оракул. Также у нас появится Железное Знамя опять. Ну, уже первое в этом сезоне. Потом у нас откроется новый налет Арена Доказательства для обладателя сезонного абонемента. Ну, и опять же Железное Знамя будет. Тут Банжи решил подписать второй раз. Но по поводу налета Арена Доказательства есть один нюанс. Он появится в плейлисте для всех игроков только на следующей неделе. И также будет сумешный налет Арена Доказательства. Тоже на следующей неделе только. Как то так. А потом у нас после этого я так понял будет две недели затишки до следующего железного знамени. В плане такого громкого контента. Но может быть еще где-то в процессе Банж добавит катализатор для винтовки разведчика которая у нас появилась на этой неделе. так для сундука мертвеца для истории мертвеца сори. Потому что пока что с этой пушкой есть парочка нюансов. Во-первых я так понял когда ты закрываешь первый раз получаешь эту скаутку у тебя есть одна возможность еще на аккаунт закрыть эту активность достаточно я должен сказать достаточно атмосферную. Вот кто не проходил советую пройти. У меня прохождение на канале есть где я его соло без смертей проходил. Ну и вообще в целом первые впечатления от этой активности тоже были записаны в отдельном ролике. Но не суть. В общем да если вы закрываете эту активность второй раз когда подписана она с сверхмощным снаряжением то вы получаете измененную версию этой скаутки то есть здесь у нас появляется один ранованный перк снижающий оружие к примеру здесь вот у нас тоже два этих перка меняются ну и приклад меняется ну и рукоятка в смысле ну и в принципе все потом я пошел закрывать на втором и на третьем персах и ничего не получил с них то есть мне даже сверхмощного снижения оттуда не дали я получил 1300 лайта две 1300 уровня силы две там пушки и одну шмотку и я такой типа чего надеюсь они это поправят тоже со временем а то как-то не камильфо честно говоря ну ладно дальше в плане новостей традиционно пройдемся по нашей как бы сказать по нашей информационной ленте связанной с банджи я вот на самом деле помню многие рафлировали с актуальных тем которые предлагаются мне в твиттере к примеру я вот тут сейчас тоже смотрю и немножко офигеваю ну окей типа чем там твиттер думает я хз ладно первая там новости банджи набирает себе банджи набирает банджи набирает себе штат народ поэтому если вы хотите побыть античитом тестером или еще кем-то можете подать заявление на карьеры bungee.com дальше что у нас идет они также анонсировали у себя новость о расширении но это мы разбирали в отдельном видосе так что мы не будем особо на этом акцентировать внимание здесь вот dmg сделал акцент на том то что он исключает хэштег мертвая игра у себя из ленты ну то есть это видимо речь идет про destiny потому что сейчас многие говорят что игра мертвая нету контента и так далее бла 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 но здесь я не согласен точнее как согласен частично в destiny никогда особо не было много контента если в игре была была пара тройка пушек которые вы хотели и пара тройка шмоток то для вас контент всегда в ней был ну и если вам вообще в принципе в нее нравилось играть ну а для всех остальных контента в этой игре не будет никогда спойлер дальше ну здесь у нас милые сообщения по поводу дружбы игры меня вот знаете что заинтересовало помимо всего прочего то как банджи обратили внимание на наше комьюнити на русское а именно на а именно на зимославу на ксению которые очень много артов делает которые у нас периодически постятся в русском на русских пабликах и вообще в принципе очень прикольно то что дим джи сам ее ретвитнул и очень много отзывов ретвитов получил получил эта надпись очень рад за мадаму так как она у нас еще помимо того что артами занимается она же периодически еще и на твиче стримит если кто если кто не знал обычно правда там очень часто она стримит без голоса там просто музыка играет но сейчас она активно отчаялся это не реклама просто я рад что наконец-то ее заметили и это прикольно ладно вторая новость по поводу сумерзших налетов ну последняя точнее новость из твиттера дим джи за последнюю неделю то есть он спрашивал у людей по поводу того с каким ладаутом они шли в сумерзший налет побоище на мастере и попросил людей подготовиться также к грандмастеру и по-моему здесь у него где-то еще было было сообщение по поводу того а вот по поводу дропа по поводу дропа выпадения последнего доллара из гамбита и по поводу выпадения палиндрома то что в гамбит очень многие люди играют там 20 каток 30 каток 40 каток им не падает нифига эта пушка мне вот самому за 40 каток упало только 2 револьвера даже за у меня вот сейчас вот в триумфах висит 47 побед для печати то есть я как минимум сыграл где-то игр 50 и у меня только 2 револьвера за все это так что я хз банджи надо что-то делать и я рад что они решили ну заняться всем этим делом заняться фидбэком по данному вопросу в общем ждем надеемся дроп поднимут револьвера с 22 слот для работяг было бы неплохо также я так понял банджи устроили у себя внутренний митинг где они встретились первые первые встречу интернациональную с другими комьюнити менеджерами DMG провел встречу и надеюсь они там к чему-то пришли надо будет у нашего комьюнити менеджера уточнить что там если не секрет примерно хотя бы что обсуждали ну и как вот как вот там все это проходило раз уж DMG решил открыто об этом сказать так это что касается ленты DMG идем дальше ну в ленте Bungie Help ничего особенного нету они здесь просто озвучили то что будет происходить сегодня у нас при ресете техобслуживания ну и они продолжают заниматься проблемами из-за которых люди не могут зайти в игру до сих пор испытывают сложности с заходом ну а дальше смотрим на то что у нас комьюнити менеджер наш русский написал у себя в ВК пока что он поздравил всех с днем защитников с днем защитников отечества и официальный канал ВК Десни 2 тоже согласен даже в нашем мире защитником является каждый с праздником стражи как-то так ну и открыл сундук ну и открыл сундук прикольно окей идем посмотрим что у нас тут еще есть в плане новостей я вот от себя могу добавить по поводу фарма полиндрома ребят у кого возникает сложности с фармом его на герои попробуйте собрать пати и пойти на легенду на 1300 ну если у вас есть 1291 лайт хотя бы то сложности не возникнет ну солнечные пушки там взять и так далее ну это уже для этой недели совет запоздал но вообще в принципе если вы будете фармить пушки сумевшего налета то запускайте легенду по возможности если уровень силы позволяет и если у вас есть пачка поскольку подбор игроков здесь выключен так как с героя ну вы можете закрыть там 10 раз 20 раз я не знаю там 30 раз и вам гораздо больше шансов по крайней мере мне упала с первого и третьего раза пушка ну то есть в районе 5 закрытий вам точно должен упасть хотя бы 1-2 револьвера на мастере шанс еще выше хотя здесь указано то что у них в обоих дроп обычный ну то есть что с легенды что с мастера падает просто как говорится шанс упадения этой пушки обычной мне еще позабавило да то что банджи сказали когда появится грандмастер то что там тоже будет шанс выпадения адепт версии этой пушки а не полноценный шанс что достаточно стрёмно учитывая то что придется это дело фармить ну по крайней мере я точно буду фармить ради того чтобы озолотить печать этот грандмастер эти грандмастеры то есть сперва надо будет закрыть 4 раза просто для того чтобы у вас открылась печать которую я до этого вроде бы закрывал уже ну окей ну и потом еще откроются позолотные такие вот награды кстати вот по поводу безупречной печати сейчас вот мы будем сейчас вот мы этим займемся получением позолоченной печати ну и соответственно сдачей жетонов испытания осилиса которых у меня за эту неделю накопилось аж 700 штук пока я пытался все это дело закрыть ну что ж полетим к сенту и будем все это дело открывать в общем по классике хочу себе наролить с сента получше посланника посланца также руки тело если я на этом персонаже выбью руки и тело которые меня устроят на самом деле даже просто руки то я перейду уже на другого и на нем продолжу жетоны сдавать ну а пока что да пока что попробуем все это дело достать опять же когда у меня заполнятся все слоты буду их рассматривать и распиливать чтобы местные занимались чтобы на почту не улетали господи как же сент любит говорить он меня прям вообще да помолчи ты братан ладно пойду сдавать погнали вот неудобно на самом деле то что теперь у нас переехала инграмка отсюда вот сюда приходится курсором вертеть но что поделать новое видение игры блин так ран жетонов у нас 700 поэтому соответственно 35 рангов что мы с этих 35 рангов полутаем покажет время так снова меч ну смотрим стрижающее оружие отлично это мы оставим перенос энергии клинок ассасина это мы распиливаем так молодьба тоже убираем ладно продвигаемся пока что ни одной шмотки ну то есть вы помните то что у нас старый сет испытания ассириса не падает дроп ограничен только дроп шмоток и пушек ограничен пулом на данный момент то есть если вы допустим сыграли две полных недели у вас у вас туда будут включены фьюжин к ракетница руки и тело которое мне сейчас выпало собственно опять фьюжин так обрадуй меня хотя бы какими-то руками пожалуйста о посланец так смотрим постижение цены киллерский магазин нет астральный горизонт золотой свинец и девясант крутой шотик пилим его сразу снова шотик снова классно траншейный ствол датчик пульса автоподзаряд и увеличенный магазин как же кайфово уже почти половину жетонов сдал и пока что дробь меня не особо радует так руки наконец-то еще руки окей слушайте я наверное сейчас сразу посмотрю вдруг нормально упали 12 восстановления 18 интеллекта ну по сравнению с этими руками это прям кладись и вот с этими не ну 12 восстановления это хотя бы какой-то хотя бы что-то рабочее 18 интеллекта ну и 11 подвижности окей пойдет работаем не страшно типа одобряем смотрим тело тело у нас фиговое ладно пожалуй эти руки я оставлю и попробую вырылить себе теперь что-то на титана или на охотника ой на титана или на варлока покажется на этом персонаже за сколько за 400 подожди за 200 55 жетонов мы получили что мы получили 2 фьюзы вот с таким вот абсолютом лучше фьюзу никогда не получать ее мы сразу пилим хотя другие перки прикольные одну ракетницу с неплохими в принципе перками ладно пока оставим и один меч со стрижающим оружием ну и руки не для скуки ладно пойдем попробуем на других персонажах поролить если у меня все будет нормально на титане на варлоке вернусь на ханта попробую выбить себе руки чуть получше так ну что ж очередь варлока теперь да осталось у нас 450 жетонов посмотрим что нам за это выпадет хочется вытащить более-менее адекватные руки взамен вот этих ну и посланец надеюсь упадет нормальный с грудью мне немного повезло она у меня более-менее такая удобоваримая хотя бы ладно погнали дробовик сразу распил руки смотрим неплохо 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 12 16 9 ну и даже стойко сесть ну хотя бы разбросано нормально ну от этого можно тогда сразу избавляться сейчас еще для приличия парочку рангов поздаем посмотрим может еще что-нибудь выпадет грудь бюза грудь что у нас там грудь нет наверное ладно идем дальше сдадим хотя бы еще три ранга посмотрим что нам дадут просто на варлоке ладно тут еще более-менее а вот на титане у меня полный привет все получили еще одну руки еще одни руки 7 на 16 окей ладно смотрим фьюзы стрельба в скольжении стрижающее оружие ну разве что только потестить против ульты хотя я сомневаюсь что это ухать чтобы убить ульту о стартовый импульс есть ну-ка во время скольжения после бега ненадолго увеличивается урон скорость зарядки надо попробовать пожалуй да дадим этой пушке шанс ну а это естественно сразу враспил так здесь у нас что здесь у нас хрень ну и золотим титул пока не забыл прикольная анимация нормально так ладно какое-то время походим с ним так то есть руки более-менее у нас есть ну такие плюс-минус идем попробуем на титане тогда выбить так грудь мы пилим так ну что ж время титана здесь у меня ситуация немножко получше то есть грудь более-менее адекватная есть и руки в принципе тоже ничего но два интеллекта меня смущают так что надо ролить посмотрим что мы сделаем с оставшимися 300 жетонами руки ракетница смотрим руки сразу ну эти руки получше чем эти но у них тотала меньше так что рулим дальше все-таки 60 против 58 как-то не айс так заполнился у нас третий слот град ударов и контратака ну вариант для пвп в принципе давай ставим пока что кассетная бомба пикошетки черный порох ну модуль срежения в смысле ну в принципе даже не знаю здесь у нас еще здесь у нас фигня фильм лан по поводу ракетница еще подумаем еще меч спасибо ну казасина это не надо еще ракетница да сколько можно мне эти ракетницы сувать цепная реакция даже не знаю я надеюсь я не пожалею об этом потом о посланец наконец-то за 700 жетонов о посыпались посыпались и рук и руки еще одни ладно проверяем руки так восстановление 6 14 дисциплина ну вот все не то вообще все не то ладно смотрим посланцев движется цель проворотства постижение цена проворотства да игра ну что за фигня зато как много зато как много так еще одни руки еще одни руки ну ка так 9 17 9 ну такое тоже хрень но здесь интеллект побольше и total типа можно что-то с ними сделать в принципе что-то придумать но здесь что быстрый удар один за всех спасибо не надо убийственный вихрь и головорез ну хочется потестить ладно попробуем ставим ладно последний снова ракетница просто осадки в виде ракетниц у нас сегодня короче как-то так ну то есть упала парочка упал один посланец неплохой теоретически упала парочка хороших ракетниц упала парочка ну удобоваримых мечей ну одни непонятные руки ни туда ни сюда и в принципе ну на варлока руки хорошие упали на охотника тоже что-то удобоваримое блин на самом деле не такого я ожидал лута от 700 жетонов но видимо придется мне с этим жить на этом рецепте ладно народ спасибо за просмотр подписываемся на канал ставим лайки пишем какие-нибудь комментарии по поводу любой из тем из видоса или из предыдущих видосов и не забываем колокольчик прожимать чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео всем спасибо за просмотр всем пока